Добрый-добрый день, друзья дорогие! В ваших комментариях под моими видео вы регулярно спрашиваете, когда же будут новые прогулки по Санкт-Петербургу. Вот, друзья, отвечаю прямо сейчас. Дождались мы с вами новой питерской прогулки. И это будет, конечно, изысканное путешествие. Нахожусь я прямо сейчас во глубине Петроградской стороны. Вроде бы в самом центре города, но посмотрите в окружении каких-то огромных вековых деревьев в тенистом Вяземском саду. Именно здесь притаилось действительно особенное место, куда я вас от всей души приглашаю прямо сейчас. Это мастерская выдающегося скульптора Михаила Аникушина. И само здание просто уже внешним своим обликом совершенно точно заслуживает какого-то отдельного особого внимания, согласитесь. Ведь не каждый день мы с вами в Петербурге видим вот подобные конструкции, да, подобные огромные сооружения, которые действительно поражают своими размерами. Посмотрите, потолки тут высотой в 15 метров, там огромный зал, в котором мы сейчас еще и окажемся внутри, окна там чуть ли не в пол стены. И это единственная в Петербурге мастерская для работы с монументальными памятниками. Более того, какие-то работы великого мастера, они установлены в музее так, что вы их можете видеть даже не заплатив ни рубля за входной билет. То есть их вот очень даже неплохо видно сквозь эти огромные окна. Мы с вами сейчас здание обойдем и, конечно же, окажемся внутри. Но смотрите, чудо-то какое! Найти мастерскую эту легко, просто забиваете вообще в Яндексе мастерская, а не Кушана, и вперед. Это самый центр города, это два шага от Каменно-Островского проспекта, и вот такое, какое-то совершенно особенное пространство. Когда-то здесь рождались на свет те самые знаменитые монументы, а сегодня сюда может зайти любой желающий и, собственно говоря, увидеть те стороны жизни памятников, которые обычно скрыты от зрителей. То есть от появления каких-то первых набросков на бумаге до отправки уже готовой модели на завод или отливки в бронзе. Именно здесь Михаил Никушин будет работать лет так и так 30, то есть с 1969 года, когда само это здание будет специально для него построено, аж до своей смерти в 1997 году. И знаменитый памятник Ленину на Московской площади, и монумент к реческим защитникам Ленинграда на площади Победы будут созданы именно здесь. И, кстати, вот они, эти эскизы, вот они, эти гипсовые наброски и модели. Вот к этой последней работе, о которой я сказал, тоже здесь. Сегодня совершенно потрясающий день, был дождь в течение первой половины, потом вышло солнце, и так потрясающе дышится, и такая свежесть в воздухе, и так тут приятно и здорово просто посидеть на лавочке на скамеечке. Но мы с вами, увидев вот это совершенно необычное, совершенно потрясающее здание с внешней стороны, обязаны, конечно, и заглянуть внутрь, что мы сейчас и сделаем. Хочу вам сказать, что там меня потрясла совершенно камерная атмосфера, и я спросил у сотрудников музея, можно ли что-то снимать, фото, видео. Мне сказали, да, но я побоялся там что-либо комментировать, потому что абсолютно какая-то особая атмосфера в музее, в мастерской. Это настоящая мастерская великого скульптора, поэтому там я не буду идти с камерой и какие-то комментарии давать, что-то доозвучу, чтобы вам было понятно, из какого зала в какой мы переходим. Вот, наверное, лучше так, лучше так. Побоялся я нарушить просто то чудо, которое совершенно точно почувствуете вы, когда окажетесь здесь внутри. Перед входом, перед своей мастерской мы с вами сейчас увидим как раз бронзового Михаила Константиновича. Это его памятник такой, видите, можно сказать, рабочей одежды. Сейчас мы и увидим, кстати говоря, в самой мастерской. И вот так, под сенью этих деревьев, вот в эту тень, мы ныряем и оказываемся внутри музея. Начинается экспозиция с небольшой карты Петербурга, где отмечены работы мастера. Михаила Никушин прославился в 1957 году, когда вот этот памятник Пушкину появился на площади искусств. Далее, небольшой мемориальный уголок, посвященный Марии Тимофеевне Литовченко, супруге. Она тоже была скульптором, они вместе прожили больше, чем полвек. И дальше идем осматривать изнутри само здание. Мастерской, работу знаменитого архитектора Филиппа Гепнера 1969 года. По скрипучим половицам паркета мы проходим в гостиную. На стенах гравюры, рубинс, картины. Стоит фортепиано. В центре круглый стол, венские стулья, камин. Создается полное впечатление, что ты в гостиной 19 века. Хотя создавалась она во второй половине 20-го, в советском Ленинграде. На небольшом экране постоянно крутят фильмы про Никушина и его творческий путь. На стене черно-белые фотографии друзей, гостей, знакомых. Здесь, в этой гостиной, в его мастерской, бывали и известные политики, и кинорежиссеры, и театральные деятели. Летовстоноговы отлично узнали и космонавты, и художники, и музыканты Андрей Петров. Вообще интересно, какую роль сыграла музыка в творчестве скульптора. Молодцы сотрудники музея собрали воедино небольшой плейлист тех композиций, которые вдохновляли Никушина. Вот посмотрите, что он слушал. И Сверидов, и Глеер, и Чайковский, и Моцарт стоят ему принадлежавшие пластинки. Еще буквально пару шагов из гостиной мы попадаем в творческую мастерскую. Когда мастер работал, то вот этот занавес был закрыт, а сегодня за него может заглянуть любой посетитель музея. И вас тут же встречает вот эта хорошая компания памятников Никушина во главе, конечно, с Чеховым. Он здесь на вас смотрит вот точно так же, как тот московский Чехов, что в Камергерском переулке. Раз это творческая мастерская, да, то и, соответственно, одежда мастера здесь же при входе на вешалке. И вот такая кипь и рабочая, можно сказать, форма, под которую частенько Никушин надевал белоснежную сорочку. Дальше интересные ленточки с разных, в том числе международных выставок, которые в свое время открывались в его честь. А дальше бесконечные модели, наброски, эскизы, что-то из бронзы, что-то из гипса. А как вам? Взял инструмент? Положи, где взял. М-К-А. Редкая, но важная работа здесь за стеклом. Это пластилиновый эскиз двух девушек-летейщиц из монумента героическим защитникам Ленинграда для Площади Победы. Вот именно так они выглядят в бронзе. Здесь же своей мастерской Никушин будет работать над памятником Ленину. Тот, который сегодня стоит на Московской площади, это как раз его рук дело. И монумент создавался именно здесь. Лениных всяких разных, в мастерской бесконечное количество. В том числе и вот такая совершенно редчайшая работа. Обратите внимание, друзья, обнаженный Ильич. Где нечто подобное еще можно встретить. Продолжение следует... Продолжая осмотр творческой мастерской, мы оказываемся у рабочего стола скульптора. Перекиндой календарик здесь остановился на 18 мая 97-го года. Это день, когда не стало мастера. Михаил Константиновича здесь на стене и фотографии родных людей. И тут же портреты Достоевского, Чехова, Гоголя, Пушкина, русских классиков он считал буквально членами своей семьи. Тут же очень трогательно какие-то понравившиеся ему изречения или цитаты, написанные его рукой. Создается полное впечатление, что Михаил Константинович вот только отошел от своего стола и вот-вот вернется, чтобы проложить работу. Ну, например, вот над этой скульптурой мира. Из творческой мастерской, сделав еще пару шагов, вы попадаете в большой зал. Огромный большой зал, где стоит вот этот рабочий для скульптора стол. И легко себе представить здесь его монументальные, огромные гипсовые или бронзовые скульптуры. В высоту он метров 15. Сквозь вот эти огромные окна льется свет. И, конечно, здорово, что сегодня это пространство живет, потому что в большом зале представлена выставка просто потому. Это работы современных петербургских художников на тему детских фантазий. То есть это разные миры, которые придумывают скульпторы. И в этом художники сродни детям как раз, потому что и те, и другие умеют делать что-то не потому, что это там полезно или правильно, а просто так, играючи. Просто потому, что захотелось. Просто потому, что это весело. Ну, посмотрите, вот такой вот чудный вертолет. Ну, разве же это не весело? Такое пространство для спонтанности, для воображения, для шутки, для доверия к миру. Вот такие совершенно расчудесные глиняные человечки. Тут у них целый мир, посмотрите. Каждый уникален, занят каким-то собственным делом. Кто-то здесь из скульпторов действительно серьезно размышляет там о взрослении. Кто-то хулиганит, кто-то мечтает об идеальном магазине игрушек. Но то, что это совершенно потрясающее пространство, где можно классно провести время, пофотографироваться, вот это однозначно. И главное, что над всем этим творческим безумием еще и парит дух Аникушинского Пушкина. Субтитры сделал DimaTorzok Еще пара шагов. И вы оказываетесь на новой выставке. Она называется «Портреты». Вновь обратите внимание, как устроен зал. Прогуливаясь по улице, вы можете заглянуть в музей. И наоборот, из окон этого зала можно полюбоваться погожим питерским деньком. Аникушин не только автор огромных монументальных памятников. Он частенько создавал и совершенно небольшие камерные скульптуры для городских скверов, городских парков, для станций метро. Тут все те же. Сан-Сергеича вот такого вы наверняка встречали. В петербургской подземке он украшает вестибюль станции метро Пушкинская. Еще один Пушкин вот в такой легкой крылатке стоит у станции метро Черная речка. Как раз неподалеку от того места, где случилась роковая дуэль. А вот такой юный Пушкин наверняка знаком тем, кто бывал на Кавказе. Здесь же эскиз знаменитого памятника Галине Улановой. Это единственная балерина, которая при жизни была удостоена чести дважды увидеть себя в бронзе. Один памятник в Стокгольме, другой на нашей аллее героев, что в Московском парке Побед. Любимый Чехов. Подобный и в полный рост памятник Антона Павловича можно найти в Мелехово. И Николай Черкасов, исполнитель главных ролей в Александре Невском, в Грозном. Это его надгробный памятник. Ну а мы с вами вновь оказываемся в большом зале. Теперь через большие ворота оказываемся в пространстве для мастер-классов. Когда-то сквозь эти двойные ворота все готовые работы скульпторов выезжали в мир, покидали мастерскую. А сегодня здесь занимаются как раз скульптурой, рисунком и лепкой посетителей музея. Здесь же выставка «Личная биография», которая будет посвящена тому самому монументу на площади Победы. Монументу героическим защитникам Ленинграда. Никушин и сам был фронтовик, и Ленинград защищал. И для него, конечно, особой миссией был вот тот совершенно монументальный, огромный, большущий памятник, который будет открыт в 75-м году к 30-летию Победы. Вы видите эти скульптуры, вы их отлично знаете. Вот и вся команда во главе как раз со скульптором, которая создавала этот монумент. Понятно, что предшествовала открытию памятника «Большущая работа». И все вот эти эскизы, и вот этот гипс, и вот эти чертежи, вот эти наброски здесь можно увидеть. И даже среди всех героических защитников Ленинграда, среди матерей, которые несут своих мертвых детей на руках, можно увидеть и вот этого золотого мальчика, которому так и не нашлось места уже на готовом памятнике. Он должен был по замыслу скульптора символизировать некое светлое будущее, победу жизни. Ну, партийное руководство тогда настояло на том, чтобы вот эту скульптуру, общую группу не включать. Вот так, друзья, интересное место, где можно здорово провести время. Будете на Петроградской стороне, заглядывайте. Музей-мастерскую Михаила Аникушина.